Здравствуйте! В эфире программа 112 и начинаем с новостей сентября короткой строкой. За месяц в регионе потушено свыше 190 пожаров, в том числе два лесных очага, спасено три человека. На оказание помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий сотрудники МЧС выезжали порядка 55 раз. На водных объектах происшествия не зарегистрировано. В сентябре состоялся единый день пожарной безопасности. По области на объектах с массовым пребыванием людей сотрудниками МЧС были организованы пожарно-тактические учения. Отработаны в том числе вопросы организации взаимодействия с сотрудниками административных зданий. Проведена практическая проверка актуальности плана эвакуации, уровень готовности технических средств. В Рыбинске учения прошли в местной академии. Когда поступает вызов, пожарные никогда не знают, остались внутри люди или нет. Поэтому первоочередная задача – поиск пострадавших. На этот раз их трое. Кого-то выводят из задымленного помещения, других эвакуируют при помощи автолестницы. Попутно производится тушение очага возгорания. Все поставленные задачи выполнены. Продолжается обновление подвижного состава регионального управления МЧС. Новый современный оснащенный автомобиль отправился в пожарно-спасательную часть Рыбинска. Использовать его будут для тушения и возгорания при ДТП, а также на начальных стадиях пожаров. В Угличе состоялся кадетский костер. Соревнования школьников по военно-прикладным видам спорта собрали ребят разного возраста. В рамках состязаний была организована пожарная эстафета. Мальчишки и девчонки примерили одежду пожарного. Смогли самостоятельно развернуть магистральную линию, показать навыки спасения, в том числе и на воде. Социальная акция «Мы первыми приходим на помощь» традиционно собрала на одной площадке представителей всех силовых структур. Среди приглашенных – школьники, студенты и кадеты. Каждая остановка на большой выставке под открытым небом – это возможность узнать что-то совершенно новое. Показываем работу наших спасателей, пожарных, общественных объединений, добровольцев, правоохранительных органов. В чем состоит их работа. Дети учатся пользоваться первичными средствами пожаротушения. Могут посмотреть различную технику, одеть боевую одежду пожарного, посмотреть, как работают наши спасатели. Закажущейся простотой скрывается тяжелая работа, и в этом смогли убедиться многие. Особое внимание беспилотным летательным аппаратам, а также средствам их локализации. Традиционные участники подобных акций – специалисты медицины катастроф. Сегодня каждый школьник должен уметь оказать первую помощь. Наука не из легких, но оно того стоит. Средства спасения у подрастающего поколения, да и у взрослых, также вызывают неподдельный интерес, а также правильная работа с огнетушителями разных типов. Всегда хотела научиться правильно пользоваться огнетушителями, правильно применять их. В жизни все может происходить, поэтому с учетом вот такой возможности я решила это сделать. Тренировки у нас, конечно, проводятся, и все проводится, но как-то вот здесь на природе очень интересно, и тем не менее, как вы видите, привлекает молодежь. Они всегда готовы прийти на помощь. Это основной принцип работы пожарных и спасателей. Но каждый из этих специалистов надеется на то, что их участие будет требоваться все меньше. Ведь не зря же такое внимание уделяется обучению подрастающего поколения навыкам безопасного поведения. В преддверии начала отопительного сезона в регионе усилена пожарная профилактика. В зоне повышенного внимания многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. На этот раз пожарные извещатели устанавливают в одной из квартир поселка Дубки. Пожарные извещатели у нас устанавливаются в рамках реализации поручений президента и правительства Российской Федерации, плана основных мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства. Становляются многодетным семьям, также семьям, находящимся в социально опасном положении. Автономный прибор, который питается от обычной батарейки, реагирует пронзительным сигналом на любой дым. Основные причины пожара в жилом секторе – это неосторожное обращение с огнем, электротехническая причина, неполадки в электрооборудовании и газовое оборудование. По электрооборудованию сейчас минусовые температуры начнутся, отопительный сезон, будут обогреваться электрообогревателем, конечно же, будут оставлять на ночь. Большое подспорье пожарные извещатели, которые предупредят вовремя о пожаре. Устанавливают пожарные извещатели, как правило, на кухне и в коридоре, чтобы зона охвата была максимальной. Именно в такие визиты сотрудники Госпошнадзора стараются рассказать обо всех рисках. Наш велосипед… Я из-за этого тоже ругаюсь, что загромождают с подъезда, расставляют велосипеды. А подъезд – это путь эвакуации, он не единственный, вы на высоком этаже живете. Пожарный извещатель – отличный помощник, но главное, чтобы каждая семья соблюдала меры пожарной безопасности. Предупредите детей, что если такой звук, чтобы они или вам сказали, вдруг вы не услышите. Наталья отлично знает, о чем говорит. Ежедневно ей приходится выяснять причины самых разных пожаров. Эту службу она выбрала 20 лет назад. Работая в должности инспектора, меня почему-то всегда тяготило расследование пожаров. Мне нравилось это, мне нравилось выезжать, общаться с людьми. Главное – желание в нашей работе. Тогда можно добиться очень многого. Работу свою Наталья любит. Говорит, что очень важная и нужная у нее профессия. При этом приходится совмещать неординарные знания, тонкости психологии, анализа, уметь держать себя в руках в любых ситуациях. Я считаю, что я на своем месте. Я очень люблю свою работу. Хотя она очень сложная. Сложная. Все, наверное, знают, что пожаром все уничтожает. И докопаться до истины, что уже все-таки произошло, довольно-таки сложно. Но для меня это очень интересно. Интересно общение с людьми, выяснение каких-то обстоятельств, тонкостей, чтобы установить истинную причину произошедшего. Пожары настолько разные, что вроде выезжаешь, кажется, ну так все просто. А приезжаешь совершенно… учишься, учишься, да. Постоянно чему-то учишься. Похожих пожаров не бывает. Не запоминаются люди, а запоминаются именно пожары. Особенно это, конечно, когда гибель. Они очень въедаются в память, в сердце. Хотя дознаватель должен обладать таким качеством. Не принимать все близко к сердцу, иначе работать будет невозможно. Быть с холодной головой всегда. Уметь вот разговорить людей, хотя ты знаешь, что у человека горе, да. И нужно выяснить это обстоятельство. Тем не менее, какие-то психологические навыки нужно успокоить человека. То есть поддержать его в трудную минуту. Дознаватель, наверное, многогранен. Он не только выезжает на пожары, проводит какую-то профилактическую работу. Но еще и психолог, так сказать. В этом году по итогам ведомственного конкурса профмастерства Наталья Белова стала лучшим дознавателем. Соревнование специалистов газодымозащитной службы по скоростному подъему «Вертикаль» состоялось в Ярославле уже в шестой раз. Потом на старт отнимания «Марс». Подъем на 25 этаж, а это 550 ступеней. Каждый пожарный проходит этот путь в полной амуниции и противогазе. Вес снаряжения в общей сложности где-то килограммов 40. Правильно разложить силы надо. Вроде как бы не особо много 25 этажей. Но под конец уже очень тяжело. И приходится помогать воздух дополнительно подавать. Наверное, 14 этаж у меня самый высокий был за службу пешком. Причем неоднократно. И людей эвакуировали. У каждого сотрудника газодымозащитной службы своя тактика – преодоление 74-метрового вертикального подъема. И здесь главное – правильно рассчитать свои силы. В предыдущем году было сложнее, потому что первый раз привел участие в данных соревнованиях. А в этом году хотел побить свой рекорд. Но посмотрел уже результаты судейской коллегии. Нет, не получилось. Значит, есть еще куда стараться. Ритуал подготовки перед стартом сродни тому, что каждый пожарный проделывает перед тем, как войти в задымленное помещение. Проверка снаряжения. Правильный крепеж специальных средств. На старт сегодня вышли 11 команд. Это четыре десятка газодымозащитников со всей области. У нас все города растут, и города растут всегда вверх. У нас с каждым годом все больше и больше домов высотной этажности. Это 12 этажей выше. У нас сейчас 25-этажный дом. Один из самых сложных пожаров – это пожар в высотном здании. И по легенде на 25-м этаже загорается квартира. И пожарная во всей экипировке как можно быстрее может подняться на 25-й этаж, проложить рукавную линию и спасти условно пострадавшего. В реальной жизни, когда происходит возгорание высотки, лифты отключают. И подниматься огнеборцам все-таки приходится пешком. От того, насколько быстро пожарный достигнет места возгорания, может зависеть жизнь людей. А потому профессионалы не устают тренироваться. Ведь соревнования – те же учения. В итоге самым быстрым оказался в этом году представитель пожарной части Завуловского района Ярославля Евгений Хатамов. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 12 секунд. На этом сегодня все. До встречи на городском телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова